Привет, друг, это M-Game. Юра Никитин и Денис Бейсовский специально для тебя сегодня покажут консоль Nintendo Switch, коллекционное издание The Legend of Zelda. Зельда? Это не этот парень, это парень Линк. Зельда это девушка. Я думал, ты сказал, что Зельда это другой парень и тут все равно. И геймпад, точнее контроллер. Nintendo Switch Pro Controller. Если вы всю жизнь играли на PlayStation и Xbox, решили перейти на Nintendo, то вот с этой штукой ваша синергия с новой консолью от Nintendo будет максимально комфортной, быстрой и безболезненной. Коллекционное издание Horizon Zero Dawn. Главного эксклюзива для PlayStation 4 в ближайшие, наверное, годы, пока не выйдет God of War, пока не выйдет Crash Bandicoot. Ну Crash Bandicoot не совсем же эксклюзив, как выяснилось. Главное, главное, все равно игра для... Слушай, мы помним, на чем она выходила изначально. Давай с консольки. Я сразу предупрежу, что проводов здесь нет, потому что, ну как бы как, HDMI кабель и кабель подзарядки, они не нужны, а собирался FAPH, поэтому сегодня без них, но они там есть. Я тебе немножко завидую. Почему? Цветные джейконы. А, да, да, мы просили цветные джейконы, серые, потому что у нас, серые у нас были по предзаказу. О, так, Денис сразу взялся за... То, что внесет домой. Да. Вот так выглядит сама консоль. Похожа она, кстати, знаешь, на телеке в машинах, которые вот у Яндекс.Такси ты когда вызываешь, они такие, мы теперь не просто Яндекс.Такси, мы теперь модные Яндекс.Такси, и там... Яндекс.Свич. Собственно, джейконы — это новые геймпады, которые изобрели Нинтендо, но как, у них уже были подобные устройства. Для Wii, для Wii U, но для Wii U была бы... Ну, для Wii U была как раз таки... Какая вот здоровая лабуда, да. Кстати, все говорят, ой, какой огромный планшет у Switch'а, а у Wii U это был больше, между прочим. Вот берем iPhone 6s Plus. И тут, как в этом ролике, I get iPhone, да, I get Switch. Не так, чтобы сильно больше. Здесь, наконец-таки, есть курки нормальные, человеческие, с которых палец не слезает, особенно наш с Юрой. Стики, наконец-таки, тоже нормальные, потому что, очень сказать, на Wii U он был, ну, такой, такой, очень мягкий, то есть в шутеры было особо не поиграть. Я не играл на Wii U. Ну, самое главное, смотри, какая крутая штука. Мы можем играть вдвоем на этих геймпадиках, взяв их вот так в руки. Маленькие геймпадики для... Там есть еще специальные штуки, которые делают их чуть более удобными с веревочкой. Да, веревочкой. Как коннектится консоль Nintendo Switch? К TV. К телевизору. К TV. Просто берете, вот так вставляете ее. Все. Если вы не хотите покупать геймпад Pro, не беда. В комплекте идет вот такая вот штука, которая имитирует Pro-контроллер. Она довольно просто устанавливается, вот так вот в пазы. Все. Готово. Можете играть совершенно спокойно, получать массу удовольствия. Смотрите на эту штуку. Видите плюсик? Видите на контроллер плюсик? Где вторая? Вторая у меня есть, но я тебе ее не дам. Главное, что плюс к плюсу. Все. Присоединили. Нормально. А батарейки были раньше плюс к минусе? Ну тут немножко по-другому, да? У Nintendo все немножко наоборот. У них даже на геймпадах не АБ, а АБА. Да. Ну то есть типичный японский вот это все. Удобно. Удобно реально. Я вот как раз играл в симулятор ковбойской дуэли. Очень крутая штука, ребят. Безумно крутая. И я боялся, что у меня просто когда я буду пистолет выхватывать, у меня вот так будет улетать. У окна. Да. Голубям. Они нет. Есть лочка. Это такая маленькая штучка. Ты эту лочку отжал и только потом уже снимаешь. Вот так. Ты не понял, как это работает. Подожди, лок. Так. Снимаешь лок. Ну, лок вниз снять, правильно? Да. Ты просто боишься. Я вижу твой страх. Отпустила, да? Да, это немножко криповата. Самую малость. Ну и покажем геймпад. Геймпад Pro все-таки. Это кабель зарядки. Да. Но тут кабель непростой. Я думал, что будет обычный microUSB. Нет. А, нет. Это AC. Из-за того, что консоль энергозатратная, батарейка там тратится очень так сильно. То, что там из Зельды включаешь, там три часа поиграл, и как бы уже надо бы найти кабель. Кстати, вот ничего подобного. Если правильно пользоваться ей, то ничего не надо мне его заряжать. Нет. Ты просто ее сразу в спящий режим кидаешь. Вот я сел в метро. Полтора часа еду работать. Поиграл. В спящий режим. На работе понажимал. В спящий режим. Домой еду. В спящий режим. Приехал домой. Перед сном поиграл. В спящий режим. И потом, возможно, возможно, мне ее надо подзарядить. Там, кстати, я вот играл уже, ну, два дня так вот перебойно играл. Там 53%, кстати, должно быть. Так что… А мы сейчас выясним. Давай. Вдруг ты лжешь. Вы солгали, Юрий. 52. Да. А про геймпад выглядит вот таким вот. О, вот так вот. Он выглядит. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Да, то есть можно играть вот так, как джедаи в Зельде там переставлять больше. Можно играть вот так, как мы уже показывали. Он такой увесистый, знаешь. Кто бы говорил, но он такой увесистый. Ну, то есть мне вот лично так удобнее всего играть. Вот так. Но джейконы садятся в последнюю очередь. То есть в моем случае я играю в основном в портативном режиме, да, и не было такого, чтобы у джейкон даже половина хотя бы зарядки села, потому что если я заряжаю, ставлю просто на ночь ее и она сама уже заряжается. Nintendo Switch это для меня лично, знаешь, главное откровение этого года. Потому что я до последнего не верил в эту консоль, пока не поигрался просто. Не поигрался? Да. Как это мило. Часа два не позалипал в Зельду, с этой консолькой не поигрался. Зельда это первая трипола игра, которую ты пройдешь, и я пройду сидя на унитазе. Я думаю через год примерно. Я не верил в железо, но верил в формат. Формат годный, классный, здоровский, мне он нравится. И пока что использую его во всех, кстати, отношениях. Ну смотри, я вот с друзьями часто летом выбираюсь в парк поиграть на столке, а теперь мы будем играть в Switch. Это ли не чудо? В ковбоев, как минимум. Да. Или корову доить. Поговорили о Nintendo Switch, теперь пора рассказать о главном эксклюзиве для этой консоли. А именно... Но не совсем. Ну да, еще есть на Wii U, и там эмуляторы на ПК в 15 FPS. Чуть ли не каждый раз новый ринг и так далее. В некоторых, в общем-то, вселенных пересекаются одни и те же линки, условно говоря. Поэтому сразу можно ответить на вопрос, стоит ли начинать с нее или играть в прошлое. Вы ничего не потеряете, начав с этой, и вы если увлечетесь, после нее сразу можно раздобыть себе на Wii, Skyward Sword, а вообще мою любимую Зельду 3Dшную, ну пока что, по крайней мере я еще не прошел эту, Wind Waker, она тоже вот выходила на GameCube, а потом переиздали на как раз-таки Wii U. В комплекте идет саундтрек к игре Legend of Zelda. Кстати... Извольте узнать, сколько треков? 24. Игра, собственно, сама Legend of Zelda без картриджа, потому что он у меня находится в Nintendo Switch. Пробовал на вкус? Да, да, я лизал. Кстати, давай сейчас... Ты хочешь все-таки это сделать? Нет, не хочу. Я лизал, и это правда, это отвратительно. Это максимально ужасно. Но зато я уверен, что мои дети, будущие нынешние, они не съедят мои картриджа от Nintendo. Ну, самое крутое, что есть в коллекционках, это коробка в коробке. Кстати, эту коллекционку тоже можно уже сейчас купить в магазинах MVideo на сайте и почти везде в Москве и Санкт-Петербурге у нас эти штуки есть. По крайней мере, на момент съемки видео они у нас были. А то раз купят, а потом... Будут говорить. А потом, да, скажут, Юра нас обманул. Расчехляют. Расчехляют. Важно сказать, что это европейская коллекционка, потому что в американских их фигурка немного другая. А что там? Линк. Ладно, амибу куплю потом. Цветочек. Цветочек. Расскажу о цветочке. Это цветочек... Легендарный. Цветочек, который у всех блогеров и обзорщиков ломается просто напополам. Что это за меч, Денис? Расскажи мне. Ты как? Мастер Сорт. Полагаю. Что? Мастер Сорт. Что? Мастер Сорт. В общем-то, это меч, которым ты должен убить последнего босса, по сути. А вот тут символ Трифорса. Что он значит в Зельде? Ну, типа Трифорс. Ты же понимаешь. Нет. Я тоже. И тут заканчивается. И мы такие, хоп, теперь Horizon Zero Dawn. Во-первых, офигенно красивая коробка. Внутри нас стилбук сразу запечатал. Кстати, он такой красивый, серьезно. Промо-код на DLC. Artbook. Artbook очень красочный. Ну, не колоссальных размеров. Не колоссальных, но слушай, это все прикольно. Тут у нас племена. Видно, да? Локации. Лучший обзор Юра открыл, просто мне нравится. Арты самой Элой. Куча луков ее разных всяких. И все в таком. А вот ее наставник. Не подсказывай. Его зовут... Торг. Торик. Как ты там? Нет. Как? Как-как? Ну, давай. 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 Не знаю. Еще игра для школьников есть. Ну, раз же. А, раз. Точно, точно. Раз. Вот наставник Элой, которого зовут Раст. Ну, это куча храмов из скал. Горы Северного Кавказа. Самое интересное в коллекционке это, конечно же... Держи коробку. Давай. Конечно же... Конечно же... Коробка в коробке. Прямо это писк моды стало, я заметил. Да. Вот так она выглядит. Кстати, красиво выглядит. Даже лучше, чем черная, надо сказать. Тут прям классная панорама. К сожалению, некоторым не хватило. И мы, людям, которым не хватило, выдали по 500 рублей скидки на любую игру для PlayStation 4. Новинку, старую, неважно. Да. То есть оформил предзаказ, не получил, зато купил игру дешевле. Много коробок. Тихо. Спокойно, ты чего? Сейчас бы судьба цветочка. Да. Так, уже слишком много коробок. Вот так она выглядит. Слушай, это еще какая-то вот... Красотка. Элой, подожди, там в коробке еще дополнительные стрелы. Так, ну давай расскажи мне, Денис, немного о самой игре и почему вдруг роботы, а не динозавры обычные и так далее. Почему роботы, а не динозавры, это как раз таки ты пришел и увидел в конце стрима моего как раз таки. Поэтому лучше, наверное, об этом не говорить. Это далекое будущее. После некого конца света люди скатились до первобытных не просто так. Ну дауншифт вот произошел у человечества. По сюжету у нас что? У нас есть Элой. Элой у нас изгой. Ел воспитывает раз. Почему она изгой? А потому что родилась непометка. Там тоже это сюжетно расскажется. Но, в общем-то, одна из, так скажем, главенствующих женщин в этом племени, у них там матриархат, передали ее точно такому же изгнальнику, чтобы он ее воспитал. В общем-то, он воспитал ее как дочь, но не говорил ей о том, что, типа, ты моя родная и никого не слушаю. Говорит, ты изгой, все, давай, живи с этим. Будет совершеннолетие, мы тебя отправим на ЕГЭ местное. Сдашь ЕГЭ, все, член племени гуляет. Но, по-любому, она, знаешь, хуже, чем сидевшая, да, получается в данном случае. Потому что, мразь, ты вообще с нами тусить не должна. И, в общем-то, так скажем, по геймплею куча всяких ништяков. Это открытый мир, супер красивый, круче, чем даже в артбуках. Очень большой, есть что делать. Всегда сайд-квест есть. В сайд-квестах есть один минус. Они немного глупые по, собственно, механике. Да, ничего особенного нет. По сижу это тоже ничего особенного нет. Но, если ты их проходишь, ты просто дополняешь мир игры. И понимаешь, например, что как раз-таки изгоем можно стать, знаешь, за что, например? За то, что ты просто жопа ленивая. Ну, ты просто ничего не хочешь сделать. Да, налог на туния с твой изгоем. Вон, иди, пасись вместе с рыскарями какими-то. Чего я боялся, что будет слишком замороченная охота. Потому что какие-то ловушки, какие-то бомбы. Думаешь, такой, это все использовать, чтобы завалить какого-то огромного вот этого вот роба-бурундука гигантского. Такой, ну, наверное, это будет сложно и нудно. Но, на самом деле, нет. Ты можешь с ловушками приходить, а можешь просто отстреливать разные детали луком. В общем-то, второй раз я, кроме лука, по сути, ничего не использовал, когда проходил. Тебе очень интересно. Нет, это прикольно. Ну, короче, геймплей, но вы сами все увидите, когда поиграете. Потому что поиграть в эту штуку важно. Сегодня мы посмотрели на коллекционку Horizon Zero Dawn. Коллекционку Зельды новый. The Wild. Да. На консоль Nintendo Switch. Все они не совсем обычные. И не каждый день такое встретишь. Не, не каждую уже купишь, как выяснилось. Да. Но все их можно было купить вам в видео. Что тебя больше всего из этого привлекло? Вот что ты себе прям хочешь в коллекцию, вот 100%. Как хорошо, что ты это не получишь. По коллекционке, конечно, надо брать Horizon, так как его нет больше, да, получается его не достать. Ну, остается искать Зельдак, где остался. А со Switch проблем нет, он есть везде и будет очень долго. Друзья, вы сами видели этот анбоксинг. Вы сами должны оставить свои впечатления в комментариях. Поэтому пишите, ставьте лайки, репосты, подписывайтесь на каналчики на мой, на, ой, на мой. А у меня есть свой канал, у меня канал МВидео. Дениса. Юра Никитин, Денис Бойцовский. Было весело, было круто. Фигурки, консоли, кирпичные стены в ArtPlay. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. МВидео. На мне все равно.